Здравствуйте! Это программа «Город С» и я Елена Чернявская. Особенно остро стоит вопрос обеспечения безопасности жизни и здоровья людей на водных объектах в зимний период. И связано это прежде всего с тем, что в большинстве случаев безопасность каждого человека зависит от индивидуального понимания ценности собственной жизни. Чем обусловлена холодная пора, ни для кого не секрет. Это и минусовая температура, и гололед, и снежный занос, и ледовое покрытие на водоемах. Для тех, кто любит принимать ванны в холодное время года, моржей, а также тех, кто случайно оказался в воде, следует помнить, что может возникнуть переохлаждение организма. «Безопасность людей на водных объектах в зимний период» – тема нашего разговора с Натальей Васильевной Нестеровой, начальником отдела безопасности. Людей на водных объектах Главного управления МЧС России по Самарской области. Наталья Васильевна, добрый день. Добрый день. Ну что же, традиционно мы с вами встречаемся в начале каждого сезона, и зимний сезон здесь не исключение. Мы поговорим, тема очень интересная, да, самое главное, она связана с безопасностью, с жизнью людей. Так, наверное, начнем с подведения итогов. Скажите, сколько происшествий по Самарской области произошло вот в летний-осенний период? Ну, я приведу печальную статистику с начала года. Год подходит к концу, к своему завершению. К сожалению, в этом году уже мы зафиксировали 68 происшествий, в результате которых, к сожалению, 57 человек погибло. Цифра растет. В том числе пятеро детей. Происшествия с гибелью детьми были в летний период времени. О нем мы уже с вами разговаривали. Несмотря на то, что за окнами у нас уже ноябрь подходит к концу, да, вступает, как говорится, зимние месяцы в свои права пытаются вступать. Да, у нас фиксируются происшествия, и как бы, не печально мне об этом говорить, но все равно в результате этих происшествий люди гибнут. Сейчас? Да, в октябре месяце два человека, к сожалению, погибло. В ноябре месяце уже три человека погибло. Как это произошло? Расскажите. Как можно сейчас говорить? Обстоятельства дел для нас тоже остается загадкой, потому что очевидцами обнаружены тело. Мы предполагаем, что, конечно, был факт в осенние месяцы, что два гражданина занимались рыбалкой на резиновой лодке, которая пришла негодность в результате. Это маломерное судно, но оно не подлежит государственной регистрации. В любом случае, два человека, два мужчина оказались в воде, один человек жив, он спасен, второй человек, к сожалению, погиб. Его тело было обнаружено, извлечено на следующий день. Что я могу сказать? Ну, вот, жизнь каждого одна. У человека одна жизнь. И, наверное, распорядиться надо им. И рыбалка прекрасна. Вот эта рыбалка – это хорошее занятие. Мы все время говорим, что никто не запрещает рыбач. Но, пожалуйста, соблюдайте меры безопасности. Смотрите на погодные условия. Смотрите на свое состояние здоровья. Как-то воздержитесь, если… Проверяйте инвентарь, в конце концов, на котором вы выходите. Проверяйте место, обратите внимание, на то место, где вы хотите рыбачить, может быть, не стоит, может быть, стоит воздержаться вот в этот раз, как-то дождаться более благоприятных и погодных условий. Потому что не секрет, и в осеннем месяце был факт, что перевернулась лодка. И, опять же, в результате неблагоприятных погодных условий один человек погиб в результате этого. Понимаете, никто не думает о том, что любой его отдых, мероприятие, хобби на воде закончится плохо. Все надеются на хорошо. Но, тем не менее… Заядлые барабаки сейчас на ваш ответ, Наталья Васильевна, сказали бы, ну, Волков боятся в лес не ходить. Да, и многие так считают, ну, это случится, может случиться, но только ни в коем случае не со мной. Поэтому, ну, вот здесь как, какие слова нужно найти, чтобы предостеречь действительно людей, ну, а потом же ведь всегда бывает в величии случаев. Вот я с вами полностью согласна, потому что сейчас лед еще не сковал поверхность водоемов. Мы наблюдаем уже второй день отрицательные температуры, но не секрет, что по прогнозам у нас опять идет ноль плюс. Вот эти температурные качели плюс то, что, например, акватория реки Волга достаточно широкая, течение достаточно сильное. И вода там замерзнет, наверное, не скоро, в отличие от небольших, там, озер, затонов и так далее. Рейды будут проводиться, опять же, из года в год представителями администрации наших муниципальных образований будут выставляться, и уже, наверное, выставляются, выставлены аншлаги, что выход, выезд, налет запрещен. Вот, не обращают внимания на это, не обращают внимания граждане у нас вот на эти предупредительные таблички. Рейды будут проводиться и государственными инспекторами по маломерным судам. Беседы будут проводиться. Вот вы абсолютно правильно сказали все, потому что большая часть, из десяти, девять человек, говорит, ну, проваливался. Конечно. Ну, все хорошо, вот видите, жив-здоров, вот я рыбачу, я знаю, я все знаю и так далее. Понимаете, я опять обращаюсь вот к этой статистическим доданам. Ну, конечно. В ноябре месяце три человека погибло. В ноябре льда нету. Обстоятельства теперь, что говорить, почему так случилось? Вот факт, есть факт. Чтобы этого не происходило, беседы проводим на тему, что в первую очередь, я уже сказала, да, обращать на свое самочувствие, смотрите, куда идет второе. У вас какие-то должны быть лучше, если вы не будете в одиночестве рыбачить. Уже какой-то шанс есть. То есть компания все-таки должна быть, да, конечно. Компания должна быть. Ну, хотя бы вы предупреждаете, что пошли на рыбалку. Но компания не детская, да? Когда планируете вернуться. Давайте здесь сделаем акцент. Детская вот эта вот. Я пошел туда-то. Не надо брать с собой детей, подростков, да? Детей. Во-первых, еще идет учебный год. Конечно. Ну, если выходные, к примеру. Во-вторых, погодные условия, наверное, не позволяют детям находиться на водных объектах холоднее, чем у нас в черте города, особенно в такую погоду. Думаю, лучше воздержаться от рыбалки с детьми. Вот. И лучше, наверное, пока воздержаться при плохих погодных условиях и самим от рыбалки, вообще от отдыха на воде. И соблюдать элементарные правила безопасности. Про будет лед крепкий. Во-первых, толщину льда надо промерять и знать. Не безызвестно. Это уже и школьники знают. Везде говорим, что безопасная толщина льда для нахождения на нем одного человека, взрослого имеется в виду. От 7, ну это минимально прям от 10 до 12 сантиметров. Но лед должен равномерно замерзнуть везде на всей водной акватории. И вы как бы должны быть уверены, что лед под вами, он прозрачный, крепкий. И если там вот снежным покровом сверху, да, на льду, то под снежным покровом толщина льда уменьшается порядка на 20%. Поэтому не надо быть таким самоуверенным. Не надо перед собой или там ударом ноги перед собой, или палкой, вешкой перед собой бить. Надо где-то в стороночке, если лед тонкий, хотя бы вот вы не сразу провалите. А сколько должна быть минусовая температура в ночное время суток, чтобы вот лед уже равномерно встал? Ну, опять, это нельзя, сейчас все сразу водоемы под это. Я уже говорила, что если есть течение, если большая акватория, под это правило не подходит. Вообще должны быть порядка вот 5-7 дней устойчивая минусовая и в дневное, и в ночное время. Минусовая температура. Тогда будет лед, поверхность воды сковываться льдом. Но все равно. И все равно это вот лед сковываться поверхности льда будет на небольших акваторах, на озерах, на затонах и так далее. Ну, солнышко пропекло, снежок упал, где-то там вот родничок, где-то луночка. В этом месте, естественно, лед некрепкий. Тем более это на глаз не определишь. Никак не определишь. Да, можно определить на глаз? Можно. Если перед вами лед, не покрытый снегом. Если он такой мутного цвета, ну, видно, его такой белесый цвет, мутный, он набравший в себя воды, он рыхлый. Если он прозрачный, голубого там, синего-голубого цвета, он твердый. Но сразу предупреждаю, что кататься на коньках, на лыжах, особенно на коньках, на ледовых поверхностях, на воде, непосредственно на водных объектах, наверное, не стоит. Это опасно для вашей жизни и жизни ваших детей. У нас очень много сейчас будет организовано катков и крытых, и открытых. Пожалуйста, организовывайте свой досуг в этих местах. На лыжах, если вдруг, мы прямо вот в школе как азбуку, как таблицу умножения говорим. Если вы оказались на лыжах, да, и вам необходимо перейти к водной поверхности. Основные правила открепить, снять крепление с лыж, петли с запястью снять, палки взять в руки непосредственно всю вашу ношу, рюкзаки, сумки на одно плечо, перевесить и аккуратненько по одному направлению, то есть наиболее кратчайшим путем пересечь водную поверхность. Вот, школьники запоминают. В любом случае лыжни тоже у нас не на водных поверхностях организованы. Поэтому, ну что, вот одной фразой могу сказать, жизнь одна, жизнь в ваших руках, давайте думать. Чтобы не попадать в статистику в нашу, чтобы мы вот тут вот теперь не говорили с вами о том, а как же, а так это все произошло. Как раз та цифра. Вот есть ли уже какие-то факты возникновения происшествий именно сейчас, в холодный период, помимо тех, которые вы назвали, ну и, может быть, все-таки наша программа направлена на профилактику, на предотвращение, чего не стоит сейчас делать ни в коем случае? – Ну, наверное, выходить на надувных лодках. Вообще, маломерные суда уже, навигация заканчивается. – Не закрыто полностью. – Ну, понимаете, вот, если вы собственник маломерного судна, ну, пожалуйста, на льду катайтесь, достаньте веслы, если вам это доставлять, чем это закончится, не знаю. Вот, если у вас надувная лодка, и не страшно, я уже говорила, что вот случай, да, что лодка, к сожалению, пришла в негодность, один человек погиб, один спасен. Вот вспоминайте об этом, наверное, тоже уже стоит воздержаться, дождаться крепких морозов, и когда лед будет достаточно прочным, толстым, чтобы выходить на знакомый вам водный объект, и там как-то заниматься рыбалкой. Вообще, наверное, сейчас… – Здесь, опять же, знакомые, да, тоже слово такое определяющее. – Знакомые места не стоят выезжать. – И, наверное, сейчас, вот, я не знаю, насколько он, купание, ну… – Очень экстремально. – Да, экстремально. Холодная вода и наш организм не совсем они вместе. При температуре воды, там, плюсовые температуры, неподготовленный человек замерзнет. – Да. – Элементарно, будем называть свои вещи, просто замерзнет. И если он даже, выйдя из воды, останется жив, то наверняка это будет как-то отрицательно сказано на состоянии его здоровья. Вот, поэтому пока вода опасна, пока холодно, льда нет, да даже и лед будет. Сразу говорю, что переправ ледовых в Самарской области нет. – Да, вот и давайте еще этой темой коснемся. А почему, Наталья Васильевна? – Опять же, смотрим на нашу погоду в последнее время, да, последние два десятилетия. Так мы называем это температурные качели. Минус, плюс. Минус 12 градусов, минус 5, на следующий день 0, плюс 1, плюс 2. Ну вот как, так же и зимой. И никто не будет брать на себя, наверное, я так, вот в моем, это чисто мое мнение, никто, так как сейчас все ледовые переправы должны быть собственниками, обязательно в порядке задекларированы за 30 календарных дней до планируемой даты начала эксплуатации. Это закон. Не знаю, пока никто не берет на себя такую ответственность, что на всей протяжении ледовой переправы будет лед равномерно распределен, что не будет каких-то вот температурных аномалий таких качелей, что вот сейчас организуют ледовую переправу, минусовые температуры устойчивые стоят, да, потом на следующей там где-то вот в середине у нас декабря или, где-то начале февраля плюс 3, плюс 4, и все, и ледовая переправа, она должна закрываться. Я говорю про те сейчас субъекты Российской Федерации. Я имею в виду, под словом ледовая переправа. Где, например, вот озеро Байкал, да, где там вот организованы ледовые переправы, и пешие ледовые переправы, и ледовые переправы, где организовано движение автотранспорта. Вот, это совершенно другая там, во-первых, толщина льда, во-вторых, погодные условия. Наши, к сожалению, в последнее время не позволяют у нас уже больше плюсовых температур. У нас нет такой вот устойчивой зимней температуры, как раньше была, минус 20, минус 18 на протяжении всех зимних месяцев. Вот, я опять возвращаюсь к тому, что это называется температурные качели, что лед, он очень, вода очень реагирует. И... Что вы имеете в виду под словом ледовая переправа у нас в Самарской области? Я имею в виду, вот вы меня подвели к тому, что картина наглядная, говорю, вот сейчас с левого городского берега реки Самара, как будет лед, наблюдаем каждый год пешую переправу на правую сторону Рождествена. Граждане с детьми на ватрушках, в разных целях, пешком, по натоптанным тропиночкам переходят туда. Это не ледовая переправа, это просто... Самовольная? Самовольная, выход на ледовую поверхность на акватории реки Волга. Но мы также наблюдаем еще и водные подушки. Не путайте, пожалуйста, это суда на воздушных подушках. Суда на воздушных подушках, да. Есть переправы, это официальные переправы. Пассажирская перевозка, они эксплуатируются в зимнее время, в холодное время года, когда с учетом температурных условий, и, по крайней мере, это организованная переправа по траекториям, и там какая-то безопасность все равно обеспечивается. Другое дело, если вы выходите на лед самовольно и идете пешком, то тут вам уже никто не гарантирует, что вы без приключений до вашей безопасности, особенно детей, что вы идете, что по ходу вашего движения лед промерен, толщина безопасная, нигде никто луночку не пробурил, который чуть-чуть затянулся льдом. Да, все... Нигде там солнышко не припекло, и вот тут была тропинка, а тут теперь вот ее нет, наступил и провалился. И самое главное, по ходу вашего движения может оказаться очевидец, который окажет вам посильную помощь, а может быть и иное. Нет людей, которые смогут вам помочь, вытащить вас из места провала. Тем более в темное время суток не стоит этого делать. Тем более в темное время суток, где вас не видно, а может быть даже будет и не слышно. И вряд ли кто-то знает, как он поведет себя в экстремальной ситуации и поможет себе сам выбраться из места провала. Давайте поговорим, какие на сегодня проводятся мероприятия региональным МЧС как раз вот по обеспечению безопасности людей именно в зимний период. Он только начинается, поэтому уже наверняка подготовлен план мероприятий. Лена? Да, план мероприятий подготовлен уже более двух месяцев назад. Этот план мероприятий не только нашим управлением, но идет совместная работа и с муниципальными образованиями нашей области. Идет совместная работа, потому что водных объектов на области очень много. На каждом водном объекте провести профилактических, просто человеческих сил не хватает. Конечно, в черте городского округа Самара, Тольятти, Сызрань, Новокуйбышевск, Чапаевск, там ведутся профилактические беседы в детских учебных учреждениях, дошкольных учебных учреждениях, при ежедневных патрулированиях ведутся беседы на тему безопасности. Муниципальными образованиями выставлены аншлаги, мы уже о ней говорили с вами, да, предупредительные. Вот также с их стороны ведется работа по беседам, размещаются соответствующие памятки, информационные какие-то материалы и на сайтах, и на сайте Главного управления МЧС России по Самарской области, и на сайтах муниципальных образований эти материалы размещены. Беседы, при непосредственных беседах с гражданами раздаются памятки, как вести себя. Опять же, мы при наших беседах говорим то же самое, что вот, уважаемые граждане, вы выходите на лед, подумайте, пожалуйста, о вашей безопасности, потому что никто не гарантирует, что лед везде однородный, безопасной толщины, его никто не промерял, и вы сами не можете. Ну, основные правила там, если вы провалились под лед, что вы будете делать? Большинство, конечно, граждан говорят, что нет, я не провалюсь, я знаю, и так далее. Вот эта излишняя самоуверенность играет отрицательную роль всегда, в любое время года. Как правило, всегда приводит к трагедии. Ну, вы знаете, Наталья Васильевна, я хотела бы сейчас вот такой акцент сделать в нашей беседе. Ну, вот профилактические разговоры, беседы, мне кажется, все-таки направлены в большей степени к детям, подросткам, которые, ну, может быть, по еще своему малолетству, по незнанию, по отсутствию опыта, вот этой информацией не владеют. Но взрослые люди, взрослые, когда выходит на лед, я сейчас вспоминаю, у меня прямо перед глазами стоит, когда мы с вами как-то выходили на рейд, как раз тонкий лед, молодой человек вот на набережной Волги, помните, далеко-далеко ушел, а Волга вот только-только встала и стоит, любуется красотами, фотографируется. И мы вот с замиранием просто сердца на него смотрели и думали, вот сейчас, вот-вот, он провалится. Слава богу, трагедии не случилось. Но почему взрослые люди не понимают, не дают себе отчет в том, что это очень опасно? Можете вы мне ответить на этот вопрос? Вот с такой постановкой вопроса точно нет, потому что что в голове у этого молодого человека было, помните, мы с вами говорили, вот он провалится, дальше что? Вот что в головах у взрослых людей, опять вернусь к тому, что самоуверенно, наверное, что вот это все красота, ну да, вот эти ролики в интернете и так далее. Конечно, столько информации. Особенно вот на молодое поколение, они играют больше отрицательную роль, потому что вот эти вот ролики небезызвестные, где на льдинах катаются, где выезжают на лед, на автомобиль, вот это особая тема. И мы будем об этом уже говорить с гражданами, особенно, наверное, вот такой вот возраст, я не знаю, после школы с молодыми людьми, которые на автомобиле, были случаи, вы о них прекрасно знаете, да? Ну это экстремалы, да, вот можно себе адреналина хочется, да? Да, граждане экстремалы, выбраться из автомобиля, который уходит под воду, у вас есть всего одна минута, и за эту минуту выбраться невозможно, если вы не подготовлены, а никто не подготовленный. Есть у нас в этом году, не буду называть уже муниципальное образование, погибший гражданин, который утонул, находясь в автомобиле, который упал в реку, да, он, из него выбраться невозможно сразу. Баб скатился? Ну, обстоятельства дела, это выясняют органы ГИБДД, органы МВД, как-как, он так вот, но факт остается фактом, автомобиль был извлечен из воды, из автомобиля было извлечено тело погибшего гражданина. Вот, выбраться нет. По катушке проваливается, вот осознание, наверное, 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 вот на мой взгляд, осознание того, что ой, случилось, приходит, когда случилось. Когда случилось, да. Да, когда случилось. Потому что даже к тем же рыбакам, когда вот уже лед, когда зима, когда холодно, начинаешь разговаривать, он, ой, вы знаете, я провалился. Вот до половины пояса я был в воде. Мы всегда, да это не секрет, что одежда, верхняя одежда, она намокает не сразу, она намокает постепенно, но когда она намокнет, она вас не будет выталкивать, она, скорее всего, наоборот потянет вас. И нужно тут, наверное, помочь себе самому, во-первых, успокоиться. Я говорю, вот всегда вот это вот первое слово – успокоиться. Кому-то кто-то берет себя в руку и успокаивается, я не знаю, потом рассказывает, он остается жив, и нам вот так-то так-то случилось. Я нашел, определил, что вот я провалился, где наиболее, вот на мой взгляд, показалось, что толщина льда меня выдержит, я на нее выбрался, ползком как-то принял горизонтальное положение, чтобы меня не затянуло под лед, и помог, выбрался, отполз, не вставал, отполз метров на 10-15 от места провала, дальше уже встал, пошел, переоделся, у меня всегда и сухая одежда, у меня всегда термос с теплым, не с горячим, с теплым питьем, и вот, ну и там, или с продолжим. Нет, не с горячительным, я имею в виду, не с алкоголем. И дальше, либо вот некоторые говорят, да и пошел дальше там рыбачить, некоторые говорят, ну, поехал домой. То есть вот, а есть же наоборот, есть наоборот, когда пошел один, провалился и по прошлому году, и по запрошлому году, случаи были, что пришествие, зафиксировано пришествие с погибшим, с замерзшим, в лунке находился человек. Либо замерзшим на льду уже полностью, потом уже находили человека подо льдом. Провалился, кричи, не кричи. Очень много у нас, ну, это не все же знают, не уверены в своем состоянии здоровья. О сердечно-сосудистой заболевании никто не отменял. Поэтому холодная вода и сосуды, спазм сосудов. Потроги медленно, но верно еще, да, к крещенским купаниям тоже очень такой. Помните, случай, да, когда женщина прыгнула, ее затянуло под лед, и все, несчастные случаи, трагедии. И тем более на глазах у ребенка. Показательная аудитория была очень большая у этой трагедии, конечно, и она в памяти у всех. Вот, ну, крещенским купанием уже ведется работа, уже с муниципальными образованиями, где уже составляется список, где возможно в этом году, кто будет организовывать купели. В зависимости опять от погодных условий, которые будут, мы пока не знаем. Да, прогнозируемые. Есть прогноз, есть факт, да, как бы прогнозируется, мы все делаем. Не каждый год же устраиваются крещенские купания. Но подготовка ведется ежегодно. Подготовка ведется. И планируемые места, да, есть планируемые места купания, есть вот уже ближе, уже к январю крещенским купаниям уже будет определено. Но именно на муниципальном образовании будет это место организовано, либо не будет это. Все в зависимости от погодных условий. Вот, с медиками также это все там будет присутствовать. И медики, и спасатели, и будет вестись, и профилактическая работа, что может быть в этом году вам не стоит, и так далее. Мы с гражданами всегда будем разговаривать на тему, что подумайте, стоит ли, не стоит ли в этом году. Может быть, стоит ли вы сдержаться. Посмотрите на погоду, посмотрите на свое состояние здоровья, посмотрите там, ехать. Опять же, мы говорим сейчас, внимание, об оборудованных купелях официальных. В никаком случае в данном разговоре не нужно отдавать дань какой-то моде. Завершая наш разговор, Анатолия Васильевна, хочу предоставить вам заключительное слово. Какие бы советы вы дали жителям Самарского региона по безопасному поведению на воде в зимний период? Советы из года в год у нас не меняются. Берегите себя и своих близких. Вы сдержитесь в таких сложных погодных условиях от прогулок на воде, от каких-то зимних развлечений, именно на неокрепшем льду. Уважаемые граждане, товарищи родители, проведите беседы со своими детьми. Если путь вашего ребенка из школы, либо он из каких-то спортивных секций, я имею в виду к тому, что если путь вашего ребенка домой проходит мимо водных объектов, проведите беседу на тему, что опасно выходить на водные объекты. Идти нужно мимо. Идти нужно по суше, не выходить на водные объекты. Кататься на коньках в первую очередь желательно и нужно, на официальных катках, которые будут организованы. На лыжах мы с вами уже говорили, что по организованным лыжням. И игры на льду, они нежелательны, они крайне опасны, как для вас, так и для ваших детей. Обращаю внимание на вот эти вот тоже походы на другую сторону. Наверное, лучше, если хочется погулять на другой, на правом стороне реки Волги, берегу, то лучше перебраться с официальными перевозчиками, когда будет безопасно, когда будут хорошие погоды, и когда вы уверены и в себе, и в своем здоровье. И это все будет в первую очередь безопасно. Не приводите, пожалуйста, вот ваши развлечения, ваши мероприятия, вот эти отдыха, либо спортивные, к тому, что в итоге это будет происшествие. И не хотелось бы, чтобы тем более это происшествие было с печальным, трагическим исходом. Спасибо вам большое за, как всегда, ценные советы и беседу. Спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. Говорили мы сегодня о безопасности людей на водных объектах. И помните, что цена риска – это ваша жизнь. Всего хорошего. КОНЕЦ Субтитры подогнал «Симон»